На сегодня прославленный кубанский легкоатлет Михаил Борибан отмечает 65-летие. Мировой рекордсмен в тройном прыжке. Он не только выступал на Олимпиаде, но и комментировал ее, снимался в кино и вел передачу на телевидении. Юбиляр вместе с нашим корреспондентом Исланбеком Бадаевым вспомнил свою спортивную карьеру и рассказал, чем сейчас занимается. Мировой рекордсмен в тройном прыжке. Я был настолько уверен, что я все сделал правильно и сейчас я буду, так сказать, сражаться уже за медаль. А мне выходит мой партнер и соперник Витя Александрович. Что ты сделал? Говорит, ты девятый. И вы знаете, такое впечатление, как будто тебя ударили убухом по голове. Сегодня Михаил Михайлович в свои 65 такой же энергичный, как и в прежние годы. Неграмма лишнего веса, подтянутый, с безупречной осанкой. Держать себя в форме помогают тренировки, точнее работа тренера. Ее он предпочел в должности директора детско-юношеской школы, которую полгода назад покинул по собственному желанию. Говорит, важнее передать свой опыт молодым спортсменам. Борибан работает с теннисисткой Асей Галаян три месяца. Он помогает спортсменке повышать физическую подготовку. И результаты уже налицо. Теннисистка первый номер в крае, а также входит в сборную России. Но главное, говорит Ася, она получает удовольствие от самого процесса тренировок. Я с ним тренируюсь с улыбкой, потому что с ним тренироваться очень весело всегда. Замечательный человек, Михаил Михайлович, очень добрый. Ко всем своим ученикам так относится, и ко мне, и мы к нему также. Одно из главных требований наставника – хорошая осанка. Как Борибану самому удается ее сохранить, он рассказывать не стал. Говорит, лучше один раз показать. Первое упражнение, которое Михаил Борибан дает своим ученикам, – это упражнение на спину. Оно укрепляет спинные мышцы, вследствие чего выравнивается осанка. Так, что делаем, Михаил Михайлович? Значит, вы становитесь ногами, берите упоры, фиксируются ноги, опять за голову, за голову, в замке руки, и делаете наклон. Под 45 градусов до 45 градусов. Между тренировками Михаил проводит время со своей семьей. У него четверо детей и одна внучка. Но чаще всех он видится с младшей дочерью Олесей. Она живет вместе с отцом. Одно из их любимых занятий – играть с маленькими собачками. Животные уже как часть семьи. А вот о спорте Олеси с папой говорит мало. У нее другие интересы. Я немного пошла в творческую деятельность, но я очень горжусь подвигами отца. Поэтому пыталась заниматься чем-то, но не мое. На стенах в квартире Барибана практически нет свободных мест. Там множество фотографий, которые напоминают о спортивном прошлом. И не только. Сразу после окончания карьеры Михаил сыграл главную роль в фильме «Мужские игры на свежем воздухе». Но картина так и осталась единственной в его биографии. Что, снимать будете? Угу. Ишь ты, из грязи-то в князи. Хотя, молодой парень, перспективный. Но мне разминаться пора. Еще у Барибана есть телевизионный опыт. Четыре года он был ведущим спортивных программ и комментатором. Работал в этом качестве и на Московской Олимпиаде. Но все же главными своими достижениями в жизни Михаил считает выступление в легкой атлетике. И не только из-за результатов. Я получил удовольствие от того, что я соперничал с такими людьми. Знаком с этими людьми. Счастлив, что мы поддерживаем эти отношения. Это потрясающий мир удивительных людей. 5 марта Михаил Барибан к своему послужному списку участника и комментатор Олимпийских игр добавит еще и статус факилоносца. Он примет участие в эстафете паралимпийского огня на краснодарском этапе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова